здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда маша и вы на канале вкусно просто и доступно вы знаете иду я сегодня такая по рынку и смотрю что уже есть ревень на рынке и я думаю все готовим сегодня пирог с ревенем простой быстрый и очень вкусный если вам интересно как я его готовлю оставайтесь со мной поехали все как всегда просто но вкусно и начинаем как всегда с приготовления теста берем яйца и использую 3 яйца у меня не средней величины это домашние добавляю сюда сахар 125 грамм и 10 грамм ванильного сахара можно взять экстракт ванили что вы любите можно вообще не использовать ну и конечно же это все взбиваем все готово как только масса посветлела я добавляю сюда 100 грамм сливочного масла растопленного также добавлю сюда 40 грамм и сметаны у меня 20 процентная можно заменить и сметану не брать и взять к примеру 125 грамм сливочного масла немножко перемешаю и постепенно начинаю сюда просеивать муку муки отвесила 260 грамм но сразу сюда добавлять не буду и также я здесь просеиваю еще разрыхлитель одну чайную ложку конечно же можно это тесто замесить и миксером но я уже здесь люблю пользоваться лопаткой или венчиком чтобы руками ощущать не забить тесто мукой так как этот пирог готовится очень быстро я вначале включаю духовку разогреваться а потом уже начинаю замешивать тесто вот посмотрите какое оно должно быть стекать с лопатки выкладываем тесто форму но я всегда выстилаю пергаментом стенки ничем не смазываем форма у меня диаметром сегодня 24 сантиметра тесто пока отставляем в сторону но в качестве начинки я буду использовать ревень на рынке и шла посмотрела и решила сразу что нужно приготовить этот пирог конечно же когда нет времени можно использовать яблоки но именно весной стараюсь готовить вот такие вот пироги потому что это очень полезно очищая вот от этой пленочки это делается достаточно быстро ну и конечно же просто и смотрите дальше я вот так вот выставляю кусочки ревеня так углубляя в тесто ну что ж вот так вот у меня все получилось это как по мне уже очень красиво на эту всю подготовку у меня ушло 10 минут мне кажется это вообще очень быстрый и самое главное что вкусный рецепт кстати ремень у меня ушло 250 грамм ну конечно же его можно добавить и больше и меньше здесь уже все на любителя и отправляю там все сейчас духовку разогретую до 180 градусов на минут 35-40 конвекция вверх-вниз ну что ж прошло 35 минут и я думаю что пирог мой готов оба он подрумянился мне кажется что в принципе он и готов не знаю видно ли вам хорошо но шпажка сухая да он хорошо приготовился уже пусть немножечко остынет и так пирог уже слегка остыл но он он еще тепловатый ты я сделаю еще такую помадку из сметаны мне нравится добавлять к пирогам таким такую помадку кстати можно сделать и глазурь из сахарной пудры и лимонного сока к примеру я взяла 150 миллилитров сметаны и добавляю сюда 50 грамм сахарной пудры и просто это все перемешаю поливаем сметаной пирог здесь вот эти дырочки они и сметана пропитает пирог и он получится как будто будет торт оставляю сейчас пирог на минут десять и можно заваривать чай или кофе но все пирог готов я его присыпала еще шоколадом он пропитался впитал в себя всю нужную ему влагу сметану и давайте посмотрим что у нас получилось в разрезе конечно же когда не сезон то я этот пирог готовлю и с яблоками посмотрите внутри какая нежность попробуем я такой пирог готовила неоднократно но каждый раз все получается по-другому вкусное нежное тесто сливочным вкусом конечно же кислиночка ревенья но и сметана придает свою изюминку это действительно то что нужно мне часто бывает звонит подружка я сейчас к тебе приду на кофе вы знаете замешала вот такой вот пирог пока она пришла пока мы немножко поговорили и все готово потому что это просто и очень к тому же вкусно ну а я же надеюсь что такой рецепт вам понравился если же так подписывайтесь на мой канал не забывайте про колокольчик чтобы получать уведомления о новых роликах до новых встреч их всегда на канале вкусно просто и доступно готовьтесь любовью будьте самое главное здоровы до новых встреч друзья также хочу попросить вас чтобы вы не забывали о фотоотчетах вам не сложно а мне очень приятно пока пока